Доброй ночи! События дня на БТБ в студии Оксана Гуцайт. Вся украинская гуманитарная помощь передана Международному комитету Красного Креста. Об этом сообщила уполномоченная президента по мирному регулированию конфликта на востоке страны Ирина Герасченко. По ее словам, Красный Крест принял груз и подписал соответствующие документы. Сейчас все это разместили на складах в Старобельске и Северодонецке. Оттуда представители организации будут доставлять продукты и товары первой необходимости жителям Луганской и Донецкой областей. Всего на Донбасс три автоколонны доставили 800 тонн гуманитарки. Гуманитарный груз из России таки попадет в Украину, но только после тщательной проверки. Об этом договорились представители Красного Креста Украины и России во время переговоров в Ростовской области. По словам главы региональной делегации Международного комитета Красного Креста Паскаля Кюта, каждую машину российского гуманитарного конвоя проинспектируют еще на территории Российской Федерации. Далее сопровождать груз будет Красный Крест. В организации отмечают, что на этой стадии технические, финансовые, бумажные процедуры определены. Но остается один главный вопрос. Комитету необходимы гарантии безопасности от всех сторон конфликта перед тем, как колонна начнет движение. Пока их, к сожалению, нет. Отметим, что в администрации президента Украины заявляли, что Украина не ведет боевых действий вдоль линии следования российского гуманитарного конвоя. Еще два человека освобождены из плена террористов. Один из них офицер управления государственной охраны. В застенки боевиков он попал в начале июля с многочисленными огнестрельными ранениями. Операцию по его освобождению осуществила группа спецназа УДО. Сейчас офицеры его семью эвакуировали в Киев. На свободе также глава Луганской просвиты Владимир Семистяга. Боевики похитили его 23 июня. Он известен своей патриотической позицией, занимался образовательными и краеведческими проектами, координировал бесплатные курсы украинского языка. Украинская армия освободила город Ждановка в Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети. Также украинские военные взяли под контроль село Красный Яр. В Луганске на здании милиции Жертвневого района вывесили украинский флаг. В центральных районах города бои продолжаются. Напомню, что Луганск уже две недели живет без водоснабжения, электроэнергии и телефонной связи. Не поставляются лекарства и бензин, не работают банки. Боевики постоянно обстреливают здания из артиллерийских орудий. Из-за успешного наступления украинской армии террористы массово бегут из Луганска. На сегодня там осталось около 300 боевиков. Они поспешно снимают флаги так называемой ЛНР с административных зданий города. А из Янакиева и Горловки выезжают чеченские наемники. Чтобы сбежать, террористы отбирают у местных жителей машины и изготавливают украинские документы для перехода границы под видом беженцев. В течение только последних трех суток на блокпосту под Дебальцево Донецкой области, где несут службу военнослужащие Национальной гвардии Украины, были задержаны 13 мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. Они подозреваются в террористической деятельности. Среди задержанных – полевой командир Луганского террористического объединения. Сейчас он дает показания. К военным в зону антитеррористической операции направили подкрепление. Боевые машины, которые движутся на Донбасс, сняты с длительного хранения. Над ними поработали ремонтно-восстановительные бригады. В составе подкрепления контрактники и срочники, призванные по мобилизации, они добровольно вызвались в зону АТО. Большинство солдат с востока и юга страны. Ребята признаются, что хотят как можно быстрее освободить Украину от российских наемников и вернуться домой. 103 украинских миротворца из миссии НАТО в Косово вернутся на родину. Переброску сил планируют провести до конца августа. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба Андрей Ординович. По его словам, вывести подразделение удалось благодаря договоренности со штаб-квартирой организации. Ранее с Косово в Украину уже были возвращены 65 миротворцев. Все бойцы входят в так называемую маневренную роту. После отдыха подразделение усилит силы антитеррористической операции. В последнее время активизировалось прохождение тяжелого вооружения и военной техники на территории Луганской и Донецкой областей, что приводит к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время телефонных консультаций с вице-президентом США Джозефом Байденом. Глава Украины в очередной раз подчеркнул, что главное – это безопасность мирного населения. И мирный план, предложенный президентом ранее – единственный способ установить мир в регионе. Джозеф Байден и Петр Порошенко договорились координировать дальнейшие действия на международной арене. Украина открыта к диалогу. Главы МИД Украины и России обсудят в воскресенье в Берлине возможную встречу на высшем уровне президента Петра Порошенко с лидерами стран-членов Таможенного союза. Рассматривается несколько вариантов даты и места этой встречи. Пока еще рано говорить о каких-то конкретных договоренностях. Напомню, 4 августа президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили торговые отношения между странами. Особое внимание они уделили теме поставок нефтепродуктов из Беларуси в Украину. Финляндия готова оказать любую помощь и содействие для установления мира в Украине. Об этом заявил президент Финляндии Саулининисти во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. И отметил, что после переговоров с президентами Украины и России он все больше убеждается в том, что пришло время урегулировать ситуацию в Украине. Нейнисти надеется, что встреча министров иностранных дел Украины, России, Германии, Франции, которая состоится в воскресенье в Берлине, должна позитивно повлиять на установление мира на востоке страны. В свою очередь Порошенко поблагодарил президента Финляндии за последовательную поддержку Украины в нелегкие времена и проинформировал, что они с Нейнисти говорили о координации действий в преддверии саммита ЕС, который должен состояться 30 августа. На нем, в частности, будут рассматривать и ситуацию в Украине. Также речь шла о плане имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, преимуществах для Украины в зоне свободной торговли, конституционной реформе и предстоящих парламентских выборах. «Самое главное сейчас – это вернуть мир в Украину. Мы знаем, что многие украинцы пострадали от военных действий в последнее время. Именно поэтому Финляндия открыта для любого содействия и помощи, которая может понадобиться. Мы также готовы оказать качественные услуги, если таковые будут нужны». «Очень важно сейчас защитить украинский народ от агрессивно настроенных сепаратистов, вооруженных и поддерживаемых Россией. И поэтому поддержка Финляндии и Европейского Союза для нас очень важна». Это очень важно для нас. В Украину из Канады прибыл третий по счету самолет с нелетальной военной помощью. Уже началась его разгрузка. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Самолет доставил снаряжение для сил АТО. Шлемы, бронежилеты, защитные очки, медицинские аптечки, палатки и спальные мешки. Стоимость амуниции – 4,5 миллиона долларов. Это последняя поставка такого вида помощи от правительства Канады. Напомню, что первый груз поступил в Украину в начале августа. В Великобритании отправила в Украину партию военного снаряжения. Бойцы АТО получат 180 комплектов бронежилетов и касок. Лондон также готов финансово поддержать Украину в рамках гуманитарной помощи от ООН. В Лондоне подчеркивают, британское правительство последовательно поддерживает борьбу украинского народа с терроризмом и негласной военной агрессией со стороны России. Соединенные Штаты Америки обеспокоены неоднократным вторжением российских военных и пророссийских боевиков в Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Кейтлин Хайден. Она также подтвердила, что Россия регулярно обстреливает украинскую землю со своей территории. Такое поведение Кремля США считает крайне опасным и провокационным. И если Владимир Путин действительно хочет остановить конфликт в Украине, он должен прекратить поставки оружия боевикам и закрыть для них границу. Россия оказалась среди самых агрессивных стран мира. Рейтинг, составленный Австралийским институтом экономики и мира, опубликовала британская газета The Independent. В список стран наиболее задействованных вооруженных конфликтах попали 10 государств. Южный Судан, Ирак, Сомали, Конго, Центрально-Африканская республика, Пакистан, КНДР, Нигерия и Россия. Исследователи отметили, что в этих странах происходит самое большое количество терактов и существует высокий уровень преступности. Глобальный индекс миролюбия составляет с 2007 года. Автором идеи был австралийский предприниматель Стив Келелеа, его поддержали бывший президент США Джимми Картер и Далай-Лама. В России задержали организатора марша за федерализацию Сибири. На журналиста Михаила Пулина и его супругу накануне сотрудники правоохранительных органов устроили настоящую охоту. И уже вторые сутки удерживают якобы за украденный телефон. Это второе задержание оппозиционеров за последнюю неделю. Напомню, в воскресенье в ряде регионов России пройдут марши в поддержку принципа федерализма. Первыми о желании прекратить кормить Москву заявили жители Сибири. Их поддержали жители Калининграда, Приморья, Кубани, Алтая и Урала. Газ из Словакии уже в Украине. Сегодня оператор украинской газотранспортной системы Укртрансгаз принял первые кубометры ресурсов в тестовом режиме от словацкой компании «Иустрим». Суточный объем реверсных поставок – 2 миллиона кубометров. Тестовая фаза состоит из запуска и проверки надежности и операционной пропускной способности трубопровода. Коммерческое использование магистрали начнется со 2 сентября. В этом году Украина планирует получить по этому маршруту более 3 миллиардов кубометров газа. А с 2015 года объем поставок должен быть увеличен до 10 миллиардов кубометров голубого топлива. Со стороны Словакии возможно поступление порядка 27 миллионов кубических метров ежесуточно. По этому направлению может быть направлено газа порядка 40% потребления Украины. Открытие реверсного направления, тестовые поставки, добавит в Украину поставки природного газа и повысит гибкость нашей системы. СБУ ликвидировало крупный конвертационный центр. Через него отмывались и обналичивались российские капиталы сомнительного происхождения. Из России безналичные средства выводили на счета офшорных компаний. Оттуда через сотни фиктивных предприятий и десятки коммерческих банков заходили в Украину. Здесь валюта обналичивалась и упаковки с долларами, минуя таможенный контроль, автомобилями вывозились в Россию. По предварительным подсчетам в результате таких махинаций в теневой оборот выведено 15 миллиардов гривен в эквиваленте. С декабря прошлого года по февраль нынешнего значительные суммы остались в Украине. Сейчас следствие проверяет, не использовались ли эти деньги для финансирования преступных действий против активистов Майдана. В частности, оплаты тетушек и антимайдановцев. В рамках уголовного производства арестованы счета в 30 коммерческих банках по всей Украине. Изъято 220 тысяч наличных долларов, документация и 1200 печати предприятий, которые обслуживали конвертационный центр. Более 400 печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в России. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Ануфрия. Глава государства выразил надежду, что в это нелегкое время власть и церковь будут вместе отстаивать государственные и общечеловеческие ценности. Глава государства Я сам искренне желаю увидеть новую Украину, но это может случиться только когда я обновлюсь. Тот, кто находится рядом со мной обновится, третий, четвертый, тогда будет новая Украина, иначе новой не будет. У нас просто будет перестановка слагаемых, а сумма меняться не будет. И это, я думаю, главная задача Церкви, чтобы делать все, чтобы люди духовно обновились. Школьная ярмарка открылась на Крещатике. На освобожденной от палаток и баррикад улицы можно приобрести все необходимые вещи для учащихся. Костюмы, платья, обувь, портфели и канцелярские принадлежности. В этом году учеников порадуют новой тенденцией в школьной форме. Подробности в сюжете. Подготовка к школе в самом разгаре. В преддверии 1 сентября третий классник Саша пришел на ярмарку с родителями и младшими братьями. Семья готовится к школе. Кроме канцтоваров и учебников ученику купили и школьную форму. 1 сентября Саша пойдет в вышиванке. Так мальчик выражает свою гражданскую позицию. Мы хотим просто поддержать нашу Украину. Мы хотим дать пример еще первому поколению, чтобы больше ставало на нашу сторону людей за справедливость, за волю и так далее. Третий классник утверждает, что носить национальные костюмы нужно не только в школу. Это воспитывает патриотизм. Мама Саши поддерживает инициативу сына, но старается по возможности покупать детям новую форму каждый год. Уверена, что именно на таких ярмарках можно совместить желания детей и возможности родителей. У нас много мальчиков. Мы приобрели сегодня брюки, вышиванки, белье. Конечно, такие ярмарки очень полезны. Почаще бы их проводили. Сейчас актуально и в школу, и на праздники вообще носим, и в будние дни носим. В этом году у нас целый бум на национальную символику, говорят в свою очередь продавцы. И самое главное, что это нравится как родителям, так и детям. Торговцам такие тенденции нравятся в свою очередь тоже. Очень часто сами дети выбирают себе и даже упрашивают мам, пап, купи и все. Хотя мама говорит, что там денег нету или не взяла, там нужно снять. Но дети очень часто, да, особенно веночки, заколочки тоже с маками, с голубо-желтыми цветочками тоже очень часто выбирают. Нравятся детям и почему бы и нет. Нужно, чтобы наши дети, внуки и правнуки знали про то, какая была Украина, какая она есть. А чтобы удовлетворить растущий спрос на национальное, продавцы стараются предлагать широкий ассортимент товаров. Говорят, благо, что дизайнеры предлагают все больше оригинальных вариантов традиционной школьной формы с патриотическими мотивами. При этом от крохотных до вполне взрослых размеров. Самые модные школьницы этого сезона будут выглядеть именно так. Школьную форму заменит наша вышиванка, а традиционные белые банты – венок. И родители, и продавцы отмечают, что у детей все больше и больше просыпается патриотизм. Они уже с гордостью считают себя украинцами, а Украину – единой и неделимой родиной. Сами школьники говорят, таким образом хотят показать всем, для того, чтобы защищать и любить свою родину, возраст – не главное. Ярослава Ковтун, Иван Иванько, БТБ Спасибо, что этот день вы проводите с нами. Спокойной ночи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok